Всем привет и добро пожаловать на марафон по техническому рисунку. Сегодня мы с вами рисуем последнее изделие. Это нарядное платье. Итак, создаем новый документ. Все происходит по классической схеме. Выбираем формат А4. Если вдруг вы работаете в другой версии и видите, что у вас немножечко все по-другому, просто почитайте, что написано. В новой версии Adobe Illustrator выдаются иконочки. Выбирайте формат А4, либо справа будет окошко, где написаны те же самые данные. Ширина, высота и расположение. Просто почитайте, не пугайтесь. Adobe Illustrator немного обновил дизайн интерфейса, но функционал остался очень похожим. Мы создали новый документ. Теперь мы открываем картинку с платьем, которое мы будем рисовать. У меня вот такое замечательное платье. Я его, соответственно, копирую в мой файл. Данную картинку можно закрыть. Вопреки моей любви рисовать платье на шаблоне фигуры, данное платье я буду рисовать по фотографии. Почему так? Потому что оно у меня драпированное. И драпировки лучше всего рисовать с фотографии. Для того, чтобы максимально четко его передать. В принципе, мне, как профессиональному художнику, я могу его нарисовать из чистого листа. Но для того, чтобы передать все тени, все пропорции, максимально сделать его реалистичным, я рекомендую его рисовать с фотографией. И после этого вы сможете его доработать и как-то сделать в другую сторону. Лучше, хуже, как вам нравится. Но когда мы будем рисовать, мы не будем забывать про конструктивные элементы. Итак, мы открыли новый файл, открыли платье, скопировали его в этот файл. Теперь слой, на котором расположена у нас фотография платья, мы блокируем. И создаем новый слой, на котором мы будем рисовать. Далее мой любимый зум. Не ломайте глаза, приближайте, чтобы вам было удобно. И рисовать мы будем пером. И здесь такой момент, если я сейчас буду рисовать черной линией, она будет немножко слеповата. То есть я буду прищуриваться и смотреть, где же у меня нарисована линия. В связи с этим я буду рисовать линией контрастного цвета, чтобы ее было хорошо, очень видно на моем рисунке. Какая-то либо салатовая, либо зеленая. Ну, допустим, салатовая. И по классике я начну рисовать детали замкнутыми контурами. Значит, смотрите, что у нас здесь с вами получится. Там у нас есть с вами стандартное платье-футляр. Однозначно, скорее всего, здесь есть членение. Ну, по крайней мере, в той конструкции, которую буду я подразумевать, вот здесь будет членение. Будет к нему лифт. И сверху у нас есть задрапированная часть. То есть конструктивно все эти детали мы будем продумывать и иметь в виду, когда мы будем рисовать. Начнем рисовать мы с топа. Здесь при приближении хорошо видны складки мягкие, которые закладываются. И давайте начнем. Я люблю рисовать в правой части. Берем инструмент пером и начинаем с плечиков. Соответственно, мягко, аккуратно прорисовываем часть. Я рисую видимую часть моего лифа. Соответственно, левую. То есть на рисунке она смотрится как правая, но если вы перевернете и посмотрите на человека, это левая часть. Так. Видите, почему салатовая линия? Потому что ее хорошо контрастно видно. Если же вы выберете, например, черную, то ее будет меньше. Если вы предпочитаете работать черной, пожалуйста, я... Кто я такой, чтобы запрещать? Просто рассказываю маленькие детали, которые я использую для того, чтобы было удобно и поберечь свои глаза. Глаза ваш основной инструмент, и о них надо заботиться, их любить, беречь. И всячески делать им попроще, потому что компьютер, конечно, светит. Так. Таким же способом я рисую вторую часть моего лифа. Теперь я нарисую спиночку. Смотрите, там сзади видна молния. А это о чем говорит? О том, что при рисунке спинки мне потребуется нарисовать молнию по центру спиночки. Так, аккуратненько. Есть еще такой момент. Очень многие новички, когда начинают работать с векторной графикой, они очень суетятся. То есть вы берете мышку, отчитаете, щелка, 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 щелка. И получается какая-то такая линия, которая ее много, непонятная, она во все стороны разлетается. И непонятно, что с этим делать. Мой вам совет. Не надо суетиться. Наверное, спрашивали, вот есть проблема при работе с инструментом перо. С ним легко подружиться. Вот обратите внимание, что я особо не суючусь. То есть я ставлю точку и ее растягиваю. Ставлю точку и ее растягиваю. То есть суеты практически нет. Это такая достаточно вдумчивая работа. Вы можете делать это чуть быстрее, чуть медленнее. Но суетиться и ставить много-много точек быстро-быстро-быстро вам не имеет смысла. Смотрите, что я сделала. Я нарисовала прям вот юбку, которая у меня находится внутри. Специально нарисовала. А вдруг я захочу в дальнейшем при работе с данным эскизом, что внутренняя часть юбки у меня будет из одной ткани, а верхняя часть юбки, на которой сделана тропировка, из другой ткани. Войнот, собственно говоря. Поэтому я ее прорисовываю. Она мне нужна. Итак, я смотрите, что сделала. Нарисовала основу. У меня есть две части, которые запахом идут вверху. И юбочка. И теперь я начинаю рисовать декоративные элементы. Начну с юбки. Здесь у меня великолепная драпировка. С драпировкой будьте аккуратны. Она требует внимания. Рисую по краю. И рисовать я ее буду. Она займет у меня несколько частей. Ее придется своего рода расчленить на несколько элементов. Если вдруг у вас не получается соединить, вы выбираете объект. Правая кнопочка мыши «Соединить». Рисуйте замкнутыми объектами. Далее я буду рисовать вот эту деталь. То есть драпировка, она... Драпировка. Она имеет в себе складочки. И многие складочки становятся самостоятельным объектом. Далее внутренняя часть. Важно нарисовать их отдельно, потому что при заливке цветом, возможно, вам придется их показывать другим оттенком. Для того, чтобы это сделать максимально реалистично, вам требуется, чтобы они были отдельным объектом. И не забывайте про конструкцию. То есть это все раз часть, два часть, три часть. И сейчас я вот эту большую часть нарисую юбки. Здесь можно сделать маленький секрет. Я копирую кусочек моей юбки. Как я это сделала? Я взяла, сдвинула. Еще раз беру юбку. Можно нажать Ctrl-C, Ctrl-B. Можно нажать Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C копирование, Ctrl-V вставить. Ctrl-V вставить вниз. Ctrl-V вставить поверх. Эти кнопочки надо выучить. Либо же можно сделать, как я, когда вы берете, тянете объект. Сейчас ничего у меня не нажато, я просто взяла его тяну. После этого нажимаю Shift, чтобы он у меня двигался по тем же осям горизонтальным. Нажимаю Alt, чтобы скопировать. Вот она у меня скопировалась. Я ее возвращаю. Делаю по ней двойной клик. И данная деталь у меня перешла в режим выделения. То есть я теперь могу работать только с ней. Все остальное стало блеклое. И сейчас я нарисую вот эту форму. Того, как она у меня дробится. Вот так. Как видите, я ее нарисовала. И сейчас вот эти две детальки, чтобы было понятно, что я делаю. Вот они. Одна деталь и вторая. И я их разберу. Моим любимым инструментом. Обработка контуров. И теперь убираем. Вот у меня получилась деталь. Опять двойной клик. И у вас выходит из зоны выделения. Это очень удобно. То есть вам нужен какой-то элемент. Вы берете, в него заходите, его редактируете. Потом из него выходите. Так что сейчас у меня получился набор деталей. Очень удобный и правильный для работы. Так. У меня не хватает вот здесь. Части, которая находится внутри складки. Соответственно, я внутренность этой складки. Аккуратненько перерисовываю. Так. И как в любой драпировке, не забываем про то, что нам нужны тени. И нужно показать, что есть складки. Складки рисуются двумя способами. Во-первых, вы можете нарисовать их линией. Во-вторых, вы можете их нарисовать тенью. Можно нарисовать и линией, и тенью. То есть сейчас я обозначила линии, сделаю их потоньше. Потому что они у меня складочки. Это не основная линия, это не конструктивная линия кроя. Но это мягкие складки. И, соответственно, сейчас я обведу еще тени. Тени можно выделить другим цветом. Например, контур у теней будет розовый. Для того, чтобы я понимала, что это фигуры другого назначения, что они будут тенями. Соответственно, вот они мои тени. Опять же, иногда для удобства работы имеет смысл перейти на новый слой для того, чтобы рисовать тени. Иногда нет. Смотрите каждый раз на изделие, которое вы рисуете, и вам тогда будет понятно, как и что. Опять же, цвета, которыми я рисую, я выбираю, чтобы они были контрастными, чтобы я их видела. Потом я просто возьму у теней, уберу вообще весь контур, сделаю их полупрозрачными. Залью их черным цветом, сделаю их полупрозрачными. А у основного изделия контур сделаю черным. Но в данный момент это позволяет мне идентифицировать, что есть что и что где. Так, с юбочками закончили. Теперь посмотрим, что у нас происходит с лифом. С лифом здесь требуются, опять же, два типа. Это будет линеарная складка. Притом, это вот еще один пример, почему я люблю рисовать по фотографии. И очень удобно, когда делают какие-то драпировки. Вы от руки, например, делаете наколку, методом наколки сложные какие-то вещи, а потом их переводите. Кстати, если интересно, у меня на сайте есть пример того, как это смотрится. Обязательно посмотрите на моем канале YouTube. Там я детально показываю. То есть вы сделали прекрасную наколку на манекене. И после этого вы ее переводите в электронный формат. И уже непосредственно с этим электронным форматом работаете. Добавляете цвета тканей. Можете подобрать правильный фасон вашей юбки, если, например, вы лиф сделали. То есть это такая вот комплексная работа. Здесь надо аккуратно эти моменты прорисовать. Так, следующий этап. Я делаю тени. Тени тоже, они разные интенсивности. Здесь, конечно, в помощь вам придет академический рисунок, академическая живопись, знание и понимание основ. Но фотография подсказывает, где темнее, соответственно, там тень более глубокая, где светлее, более мелкая. Еще такой момент. Старайтесь тени рисовать более мягких, округлых форм. Если вы будете их рисовать такими пальчиками или заборчиками, по-другому говоря, они будут смотреться немножко грубо. То есть делайте их более мягкими, более округлыми. Это придаст упругости вашему изображению. Упругие изображения – это красиво. Я уже говорила, что вектор, он любит упругость. То есть чем меньше линий, чем меньше в этой линии будет точек, тем более изображение будет упругое и правильно векторное. То есть меньше элементов, больше вот этой вот упругости. Так, и у нас будет еще вот здесь большая тень. Тени могут быть многослойными, они могут накладываться. Сейчас я вам все покажу, что я нарисовала. Я просто сейчас все тени, которые есть, выбрала и прорисовала. И еще вот здесь на юбочке, как видите, тоже есть некоторая тень. Она будет не такая интенсивная, но она нам нужна. Вот так. Вот смотрите, что получилось. То, что у меня розовое, соответственно, это будут тени. То, что у меня салатовое, это будет мое платье. Вот как это смотрится, если отключить непосредственно фотографию, которая у меня снизу. И теперь что мы делаем? Мы берем все наше изображение, сдвигаем его в стороночку. Сейчас я поправлю размер монтажной области. Так. И будем его заливать. Соответственно, выбираем все тени, вне зависимости от того, какие они по интенсивности. Все, что у меня розовым контуром, все выбираю. Для того, чтобы сделать множественный выбор, я держу кнопочку shift и последовательно щелкаю на все объекты мышкой. Убираю контур. И прошу сделать мне их черными. При этом непрозрачность у меня будет 20... Или вот в районе 18%. Как видите, у меня они некоторые наложились, и тень стала более глубокая. Если я понимаю, что какие-то складки у меня более глубокие, требуют более интенсивной тени, а в этом нет ничего страшного. Я их выбираю. Сейчас я их все выведу на передний план. И попрошу их сделать более насыщенными. Так, вот здесь у меня есть некоторая проблема. И это то, почему я всегда вам говорю, должны быть замкнутые контуры. Смотрите. Видите, как интересно заливается фигура. Потому что она у меня не замкнутая. Она соединилась, но соединилась она неправильно. Вот эта точка соединилась с этой. Мне такое не нужно. Но ничего страшного. Мы заходим в ластик, разрезаем. Это же вектор. Мы можем сделать так, как нравится именно нам. И взять точки и пошевелить. Сказать нет-нет. Ни сюда и не так. Мне нужно по-другому. Можно удалить. И еще пошевелить. Вот таким образом. То есть, если вдруг вы обнаружили, что где-то что-то смотрится не так, как бы вы хотели. Но ничего страшного. О этом нет. Просто поправьте, чтобы оно смотрелось так, как надо вам. Итак, теперь, что я сделала? Есть такой замечательный инструмент. Он называется волшебная палочка. Он есть как в программе Adobe Photoshop, так и в программе Adobe Illustrator. Я навожу на мои тени и прошу их выбрать. Программа мне выбирает все объекты, которые залиты черным с такой-то непрозрачностью. Если вы делаете двойной клик, здесь стоит толерантность на количество оттенков, которые выберет данная волшебная палочка. У меня она стоит 20. Если вам нужно выбрать только один цвет, ставьте единичку. Если вы хотите, чтобы один цвет и еще 20 оттенков, 30, 40, 50, ставьте соответствующее значение. Соответственно, у меня выбрались все тени, и я прошу их всем сгруппировать. То есть теперь я вот эту штуку всю могу сгруппированную сдвинуть. Соответственно, мы так и сделаем. Только аккуратно сдвигайтесь кнопочкой Shift, для того, чтобы потом можно было это все вернуть на место. Теперь я все выбираю. Прошу сделать мне черный контур. Отлично. Выбираю основные фигуры. И прошу мне их занять белым цветом. Теперь складочка. Тоже все фигурки белым цветом. Смотрите, правильно ушло. Вот здесь есть небольшое скопление линий, которое мне не нравится. А если мне это не нравится, соответственно, это надо поправить. Так. И здесь, скажем, скруглить. Хорошо. И сейчас мы еще поправим форму. Не бойтесь, если вы что-то правите. Это нормально. Так, чтобы вы нарисовали с первой попытки и никуда, я глубоко сомневаюсь, что у вас получится. Может быть, со временем какие-то элементы, да. Но все равно вектор, он подразумевает, что вы будете с ним работать, его править. Так, дальше смотрим на наше изделие. Здесь есть такой момент, что вот эта часть, она немножко темнее. Она уходит назад. Соответственно, я ее даже в белом цвете увожу назад. Она у меня более темная. Так. И спиночка, она у меня тоже, как видите, более темная. И я ее заливаю более темным цветом. Теперь беру мои тени и возвращаю их назад. Вот здесь они у меня. Смотрю на соответствие их расположению. И отвечают ли они тому, чтобы максимально моя картинка передавалась правильным образом. То, что я вижу сейчас, могу сказать, что нет. Они не отвечают тому, что я бы хотела. Есть такой замечательный инструмент сглаживания. Он находится в карандашике. Он позволяет делать контуры более упругими. Итак, посмотрели. Я понимаю, что вот эта часть, она не до конца проработана. Сейчас мы это будем править. Мне нужно выбрать один элемент внутри группы. Выбираю инструмент прямого деления. И мы будем с ним работать. Далее. Не хватает теней вот здесь. Как видите, здесь есть тень. Вот здесь мне ее не хватает. Но раз не хватает, значит мы ее туда сейчас дорисуем. И еще вот сюда бы она неплохо, чтобы пошла. Вот таким образом. В данном эскизе, если вы смотрели предыдущие мои видео, обязательно посмотрите. Я показывала, что в каждом конкретном изделии приобретает значение что-то свое. Если мы рисовали толстовку, там была важна заливка и то, как она располагается, чтобы показать наши рукава непосредственно. Чтобы показать, что там отделка определенным образом идет. Когда мы рисовали брюки, важным были отстрочки. Потому что для брюк это принципиальный элемент. В данном случае нам важна драпировка. И нам нужно обязательно показать тени вокруг этой драпировки. Поэтому на это мы уделяем достаточно большое внимание и значение. Так, вот здесь у меня возникла некоторая неприятность. Вот эта часть мне не нужна. Она тут лишняя. Соответственно, я ее убираю. И вот эту точку я корректирую. Потому что здесь, видите, ровно. А у меня она получилась большая. Большая. Все. Я ее убрала. И вот эту тень немножечко откорректировать. Соответственно, под складочкой, вот у меня идет тень. Мне тоже нужна тень. Аккуратно, не торопитесь. Рисуйте вдумчиво. Смотрите, как что где располагается. Смотрите, что есть на рисунке, что есть у вас. Тени я все-таки рекомендую рисовать серым с полупрозрачностями. Это позволит вам, когда вы будете заливать цветом, в принципе, больше с ними ничего не делать. То есть даже при заливке каким-то цветом черные тени для вас сыграют правильную роль. Еще есть инструмент пипетка. Когда я рисую какой-то объект и сделаю мне такую же заливку, как в этой тени. И она перенимает у меня непосредственно настройку заливки, настройку контура. И настройку непрозрачности. Так, еще раз отсматриваем. Еще вот здесь небольшая тень. Она может быть уже не такая активная. Но все равно она мне требуется. Так, сейчас мы ее посмотрим. Вот так. Так, удаляем. Смотрим, здесь похоже, здесь похоже. Вот эта тень должна быть более темная. Вот эту тень делаем более темной. Соответственно, она у нас черным прорисована. И мы ее непрозрачности убираем. Вот эта тень тоже должна быть более темная. Обратите внимание, что при работе инструментом Direct Selection, это белая стрелочка, вам нужно попасть под центру объекта. Если же вы попадаете на контур, то программа думает, что вы будете работать с опорными точками. Это важно. Поэтому не поленитесь, приблизьте, удалите, посмотрите. Так, и я бы еще добавила визуально вот здесь тень. Для того, чтобы показать, что оно все туда под низ уходит. Так. И вот так. При этом тени сейчас тоже зададим определенную непрозрачность. Сверху она выгнулась на линию, что нам не надо. И вот здесь тоже она должна совпасть. Хорошо. И теперь переходим к лифу. Корректируем течение. Части, которые на ваш взгляд, на мой взгляд в данном случае нуждаются в определенной коррекции. Может быть так получится, что вы нарисовали и решили, что ну и хорошо все, ничего не нужно трогать. Пожалуйста. Такое тоже бывает. Ну и соответственно, вот эту часть можно сделать потемнее. Так, теперь по спинке нужно нарисовать некоторые конструктивные элементы. там будет у нас беечка, либо же обтачка. Так. Убираем заливку с данным линией. И там еще у нас молния. Мы целиком молнию прорисовывать не будем. Мы просто пометим о том, что она там есть. Потому что это технический эскиз, и на техническом эскизе вы должны такие моменты обозначать. Так. Так, смотрим дальше. Как я и говорила, здесь у нас очень-очень большое внимание идет на складки. Так. Здесь все хорошо, здесь все хорошо, здесь все неплохо. И вот эту внутреннюю юбочку мы сейчас сделаем чуть-чуть темнее, чтобы показать, что она сзади. В принципе, вот эту часть лифа можно тоже дать полуоттенок. Нет, не нужен. Есть еще такой маленький прием. Вы можете выбрать все, скопировать, объединить. Сейчас мы уберем с вами лишние точки, выбираем их инструментом LASSO. Нажимаем на DEL. Они у нас тут уберутся. Так. Посмотрите, чтобы не было вот таких неприятных хвостиков. Все должно быть гладенько. Это называется чистка изображения. Надо делать. Ничего с этим не поделаешь, но сделать надо. Иначе будет некрасиво. Так. Получили. С вами просто контур того, что мы нарисовали. Поскольку изделие достаточно сложное, оно требует дополнительного акцента выделения. Соответственно, мы берем данный контур и даем ему толщину, скажем, тройку. Возвращаем его на наше изделие. Платье объединилось. Может быть, даже 3 я погорячилась, можно и 2 оставить. Оно собрало изделие, сделало его более цельным. Вот эта часть вылезла, это плохо. Это надо подкорректировать. Здесь вот она у нас вылезла. Соответственно, мы можем добавить точку на контуре. И немножко опустить. Обязательно просматривайте изделие после того, как вы все сделали, чтобы не было каких-то неприятностей. Вот оно, наше платье. Сгруппировываем. И нам еще требуется нарисовать спиночку. Спинка у данного платья будет достаточно простая. Там ничего сложного не будет. Вся сложность ушла на переднюю часть. Единственное, что вы будете видеть, маленький уголочек. Для этого берем инструмент зеркальное отражение. Отражаем, чтобы наш маленький с вами уголочек остался. Теперь разгруппировываем. Соответственно, лиф мы можем объединить. Разгруппировываем все тени. Убираем их по верху. Они нам не нужны. Теперь вот эти две титали мы тоже можем объединить. Они объединились и слились с заливкой внутри. Так, теперь инструментом лассо я выберу все ненужное удалю. Разъединился контур, ничего страшного. Сейчас мы его соединим. Аккуратненько прям все собираем в кучку. Точки к точке. Выбираем все вместе. Что такое? Это мы убираем. Сформировываем составной контур. И соединить. Еще раз соединить. Соединился. Отлично. Вот оно и вверх. И юбочка. Теперь нам надо убрать тоже все детальки, все элементы. Они лишние для спинки. Вот она наша юбка. А вот этот элемент мы оставим, потому что он будет виден. Так, теперь я объединился. Удалю лишние точки. И как я уже говорила, что платье у нас будет отрезное по линии талии. Раз оно отрезное, значит его надо отрезать. Прямоугольничком сейчас мы это все сделаем. Так, только нужно посмотреть, чтобы талия у нас была достаточно симметрична с двух сторон. Вот здесь как раз внимательно смотрите. Можно даже подложить какой-то шаблон-баланку, чтобы платье было более симметричное. Так, попрошу программу разрезать мне это. Убираю прямоугольник. Так, на задний план. Соответственно, по спинке у нас есть центральный шов, без него никуда. Так, выравниваем низ, чтобы он был симметричным. Выравниваем вверх. Здесь у нас с вами будет молния. Она потайная. Но сверху замочек вы увидите. Посмотрите, там есть лишние точки, их надо убрать. В прошлый раз я вам показывала, как рисовать замочки. Сейчас мы еще раз нарисуем замочек. Так, скажем, что здесь у нас металлическая заливка, радиальная, с толщиной 0,25. Сейчас сгруппируем. И такую маленькую штучку сюда повесим. Здесь у нас есть потайная молния. Можно даже чуть побольше. Данный кусочек не оставляем болтаться в воздухе. Смотрим, чтобы было ощущение, что он к нам пришел из-за спинки. Можно его чуть-чуть подвинуть и чуть-чуть его видоизменить. Вот таким образом. То есть, да, мы говорим, что он есть. Да, там есть драпировка. Вот она у нас таким образом виднеется из-за спины. Так, и, соответственно, здесь у нас либо должны быть бачки, либо должны быть по спинке выточки. Без них мы тоже не обойдемся. Соответственно, выточки. Так. Не забывайте то, что при техническом рисунке изделий вы рисуете изделие, а не просто красивую картинку. Вы должны указывать, где что. И вполне возможно, что здесь будет у нас шлица, потому что иначе будет неудобно ходить. Не путаем сторону шлицы. Я сама этим часто грешу. Вот так она у нас будет располагаться. Можно сделать ее пунктиром. Вот такая штучка. То есть, достаточно лаконичное платье по спинке. И вот такая красота у нас спереди. Все объединяем. Я бы добавила еще тень для того, чтобы собрать эскиз по данной части. Вот так мы сейчас его добавим. Если вы рисуете полочку SOS с тенями, соответственно, и по спинке тоже потрудитесь, ну, хотя бы одну или две тени добавить. Иначе у вас получается дисбаланс определенный, который не красиво смотрится. То есть, если вы уже выбираете такую стилистику, что на вашем изделии есть тени, на вашем эскизе, то придерживайтесь данной стилистики для спинки, для полочки, для боковых видов. Бока рисуются при необходимости. Если, например, изделие с капюшоном. Вам нужно показать, как капюшон сбоку смотрится. Если изделие с какими-то сложными рукавами, которые нужно сбоку посмотреть. То есть, боковой вид, как таковой, не является обязательным, но он дополняет ваше изделие и позволяет его максимально раскрыть и объяснить, чтобы человек, глядя на картинку, понимал, о чем вы говорите. То есть, технический рисунок – это универсальный визуальный язык, на котором вы общаетесь с конструкторской группой, и со своим возможным инвестором, которому вы рассказываете, объясняете, что это, как это. То есть, вы должны понимать. И точно так же мы копируем, объединяем, делаем черный контур. Толщиной двушечку. Вот эту вот лишнюю часть, которая там по драпировке торчит, мы убираем. Можете выделить, удалить, можете точки, но смотрите аккуратно, чтобы у вас не все целиком удалилось. Такое иногда бывает. Аккуратненько все подчищаем. Помещаем поверх. У нас получилось с вами красивое нарядное платье. Я не могу сказать, что это базовая модель, но поскольку мы с вами рисовали базовые женские вещи, то нарядное платье должно быть в любом женском гардеробе. И мы нарисовали вариацию нарядного платья. Я показала пример. Достаточно интересные изделия с драпировкой. Драпировки нужно уметь рисовать. Они встречаются. Не могу сказать, что всегда и часто, но они есть. И вы должны с ними справляться. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, их задавайте. Я буду рада на них ответить. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть больше интересных видео. Ставьте лайк, если вам понравилось то, как мы это сделали. Не забывайте сохранять файлы. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.